В Гоминске школозавод, подприемство, якое шмат учим, возначает стратегию развития будовничьей глины по селякому выпадку той сферы, что тыльца городской инфраструктуры. Сегодня тут вырабляется некакий видов шкла, якое мое широкий спектр выгрызстания. От оформления фасадов в будинку до створения системы шумоизоляции, уздолж транспортных магистралей, а прочатаго миновита гоминская продукция зараз рекомендована глиновым министерством для выгрызстания у жилых домах. Это и энергосбережение и безопасность. В 2016 году мы 90% своего объема производства продали на экспорт. В 2017 году больше 80%. Почему чуть меньше? Да потому что Республика Беларусь к нашему удовлетворению, к нашему счастью берет вот особенно новую продукцию, берет все больше и больше. Это тоже имеет развитие уже в строительстве и это именно то, ради чего проводилась модернизация. Это улучшение жизни нашего населения. От перспективы выгрызстания шкла у денег и коллегии переходит до обмеркования нового уведения, якея плануется унести у планы дальнейшего города будовництва. Причем размолы идей не только в запланованных квадратных метрах, а и в творении комфортного осередия для проживания. Прогулки вечерние и отдых, и спортивный отдых – это все в одном комплексе. Людям необходимости нет выезжать за пределы своей территории, своего жилого комплекса. Поэтому вот эта перспектива в дальнейшем, это пока мы начали пилотная, но это уже входит в обязательность. И такие комплексы в дальнейшем будет, вообще все жилье будет проектироваться только со средой обитания. Мы должны думать о людях, которые живут здесь, и они должны иметь максимальный комфорт. Стоянки будут вынесены за пределы территории, проезды только для спецтранспорта. Что такое комфортное середия для проживания, у дельникам коллегии демонстрируется на прикладе 19 микрорайона Гомеля. Дитяшые плясовки, спортивные тренажеры, у темлеку для инвалидов, колясочников и дамы, якея по своим внешнему выглядзе уже могут быть упроходжением города. Причем каждый такий будынок оснащен системой вида назирания и вида домофонами. По кулу гэтая дамы экспериментальный проект, до речи кошта квадратного метра у них складая коля 920 тысяч рублей, что на думку самих будовников для Гомеля достаткова высокая цена, але я ей снижение максимума при массовом будовництве такого жилья. В уголе интереса до проекта тембачь значный, что тут у першиню реализовано и еще одно нововведение. На пешем по версии одного с домов находится убыдаванный дитяший сад. У такого рашиня некаких плюсов. По-перше, дети знаходятся побачь с домом, по-другое, это экономия земли, что особливо актуально для великих городов. У Министерства архитектуры и будовництва рают этот проект для распоседживания и уже есть пешие пропадовы. Есть сегодня заинтересованность, чтобы и договоренность администрации города Бобруйска, что мы будем заниматься строительством у них домов со строенными детскими садиками. Есть интересы и в Минске. Ну и наверняка наши коллеги, домостроители, изучив опыт нашей работы, будут и в себя, во властных центрах и в других регионах строить такие же дома. Размова о новых проектах притягивается непосредственно на посередине коллегии Минбуд архитектуры. Гомельский опыт варты не только для выучения, а и распосюдживания. Главгосстроекспертизы, чтобы другого ничего не пропускали. Вот и все. Можем делать? Можем. Душа радуется. Коллективу тоже приятно. И всем гостям, ишь, удивили. Бадает самая значная перешкода на шляху укоронения новых проектов. Некоторые нормативно-правовые документы, але, як означается подчас работы коллегии, в ближайший час у них будут унесены необходные коррективы. А про чатаго распроцованы кодексом архитектуры и будовництве, принятие кого дозволить спросить, че у вогули отменить целый шерох потребований и взгоднений. Олег Синчаров, Валерий Копанько, Телерадо, компания Гомель.